18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Считается, что именно в эту дату на его родине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Так сегодня гостем радио Лемма стал настоящий Дед Мороз, который рассказал ведущим утреннего шоу «Душ» о том, сколько же ему на самом деле лет. А лет-то мне совсем и немного, и немало. И молод я, и стар. А здоровья хоть отбавляй. Так что все у меня хорошо и с годами, и с моим настроением. Также студию Леммы посетили школьники четвертого класса и устроили Деду Морозу настоящую пресс-конференцию. Вы верите в чудеса? Конечно, верю в чудеса. Никаких проблем. Значение слова «лимонничать». Лимонничать? Я бы надеялся, что это пить чай с лимоном, мой дорогой дед. Нет, нет. Нет? Тогда с лимонником, возможно. При какой температуре вы можете растаять? Не при какой. Дедушка Мороз невозможно растаять. Я уже вот ребяткам рассказывал, шуба у меня такая специальная, в которой ни тепло, ни холодно, а всегда комфортно. В преддверии зимнего чуда школьникам выпала уникальная возможность познакомиться с работой тележурналистов, посетить студию восьмого канала, где ребята смогли попробовать себя в роли ведущих новостей. Состоялся поистине праздник. Во Владивостоке на верхней площадке набережной в спортивной гавани открыли скейн-парк мирового масштаба. На площадке созданы фигуры для проведения соревнований всероссийского уровня. А также она поможет разгрузить постоянно занятые скейтерами, роллерами и райдерами территории. А некоторые даже смогли озвучить настоящий рекламный ролик. На территории ООО «Центр зимнего отдыха» Комета расположены три склона. Склон номер один – Toyota Toyota. Сложный. Длина 750 метров. Ширина – 250 метров. Мы благодарим студию праздника «Веселый пингвин», который ежегодно проводит детские новогодние шоу с любимыми мультгероями, за то, что они стали гостями радиостанции и подарили детям и всему коллективу Леммы праздничное настроение. Кстати, в этом году новогодние шоу от «Веселого пингвина» начинаются с 18 декабря. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.